сегодня воскресенье уже вечер у меня тут рендерится видео вот если послушаете как он так вот я прям замиранием сердца 73 процента успеть или нет не знаю вот дамочка тут помывшиеся собираемся уже спать укладываться компьютер чет на последнем издыхании я прям боюсь что не вытянет на надевай свою пижаму завтра понедельник завтра не знаю по поводу вышивального дня получится мне или нет потому что мне утром мы едем к стоматологу с варварой лечить дальше зубы вот потом потом и я ее привезу в садик сдам побегу мне завтра по 11 к неврологу потом нам завтра в школу потом я побегу школу отведу мне опять в поликлинику там на маммографию потом мне забрать ее школы в общем не знаю если только в перерывах между больницей и школой удастся мне что-то немножко повышевать то я повышеваю а так даже и не знаю ну вот дамочка я тебя по пояс снимаю ниже не снимай давай одевай свои штанишки все я не снимаю ну все начинается завтра новая вышивальная неделя не знаю что делать как я буду вышивать как я буду это монтировать если он совсем вот она если он совсем у меня крякнет кис-кис да ну все понедельник время пол второго я только сейчас заползла домой как ушла поскольку в 7.30 мы с варюшка уехали к стоматологу так что вот еще я только-только зашла домой цветочек мой расцветает вот еще третья стрелочка идет три стрелки в этом раз он меня решил порадовать тремя стрелочками расцветет когда весь будем варвару фотографировать пока еще не расцвел полностью не раскрылся буквально завтра послезавтра вот так что что вот даже вышивать то некогда время пол второго покушать мы вчера с варварой занимались творчеством опять помните не дарили такой набор на день рождения в сентябре вот мы с ней вчера отлили две формы бабочек магниты сегодня вот они подсохнут она придется с садика вечером а сегодня у нас еще школа после школы придет разукрасит и будет красота ну вот сегодня будем разукрашивать не думаю что она будет разукрашивать именно так она будет разукрашивать на свое усмотрение краски все тут прилагалось пока они сохнут они уже высохли потом вот приклеим магнит нравится конечно гипс этот магнитики прилагались магнитная ленточка разукрасим и будет у нас вот такая бабочка и вот такая бабочка на цветочки закрытыми крылышки так ну ладно сейчас отдохну может быть немножко повышеваю и пол пятом без 15 5 у меня опять надо 5 опять идти в больницу на рентген фу устала ладно пошла заниматься делами кормить себя в первую очередь у нас кстати зима и сосульки взять у нас сегодня 15 градусов минус ночью вот которая будет ночью вообще говорят 30 32 и завтра вроде как 25 27 посмотрим мороз декабря начался все зима пришла ну что все доброе утро сегодня у нас вторник светит солнышко у нас небо чистое и мороз 27 градусов красота сейчас уже как-то немножко развеялась а утром когда варвару я в садик поднимала такая прям дымка такая морозная была сейчас солнышко выглянуло и вроде дымка ушла мороз снежок перестал лететь но это естественно потому что мороз на дворе но солнечно в общем декабрь есть декабрь зимний месяц и так сегодня 4 декабря вторник и сейчас я вам покажу результат вчерашнего своего творчества творения ну вот и смотрите что у меня на вышивалась за понедельник это мои свинюшки вот эти поросятки не буду сейчас полностью разворачивать я начала вот с этого левого угла и вот на конве у меня вот столько то есть вот эти уже листики у меня отшиты вот это вот полностью все отшито и я захотелось мне красок я начала цветочек здесь я дошла до последних крестиков темных вот здесь вот у меня конец уже ограничен вот и перешла я к цветочку напоминаю что я напоминаю я что у меня не было ключа вот нету к этим схемам ключа я подбирала ниточки сама специально сказала что хочу зелень более яркую поэтому она тут немножко не так ну розовый а тоже подбирала естественно сама солнышко какое сегодня у нас прям в глаза светит поэтому вот так получается но я думаю что получается неплохо вот поближе я вам поднесу сейчас свои пальцы два розовых цвета у меня здесь отшита но вроде нормально сочетается и зелень до листики получается более сочные более травянистые здесь какие-то более бледные но мне так нравится я вот посмотрела вот здесь на подушечку вот эту которая тут указана они здесь такие какие-то бледненькие прямо эти поросяточки видимо там что-то в одну ниточку вышивалась может быть там крестиком в одну ниточку на мелком виде но не знаю я хочу что-то сочности яркости что такое выше эти бледненькие нет пусть они будут яркие эти поросятки понятно что поросятки сами будут не сильно яркие да такие бежевые но по крайней мере хотя бы цветочки будут яркие ну вот это результат вот этот и еще я вчера повышивала свою обезьянку вот она она красавица на блестящий блескучий канве вышиваю ее по чуть-чуть пока мой компьютер не начинает тарахтить как трактор поэтому за вчерашний день подниму я отшила вот тут у меня не было водочка не зашит не до конца на рукавчике рукавчик вот этот внутри зашила весь и вот здесь вот я повышивала тут у меня вот белый цвет не зашит был голубой темно-голубой да при солнце плохо видно где у меня тут нет солнца чтоб как-то не знаю как тут солнце наверное сейчас подождите так вот здесь немножко солнце тут прям совсем солнце здесь солнце немножко не падает то есть вот рукавчик в рукавчик завышивала и вот это вот место все то есть вот тут у меня белых два кусочка вышита белый по белому конечно плохо видно темно-голубой вот этот я вышивала и вот этот светло-голубой тут даже еще не до вышивала прям за тарахтел опять за тарахтел ну по чуть-чуть но она у меня движется я рада этому в принципе то мне надо только зашить тут платье и еще одну лапку так что думаю до конца декабря это точно сделаю желательно пока я дома сижу это сделать то что когда выйду на работу этого не будет временем ковыряться в ней ну вот вот это весь мой вчерашний результат потому что и вы уже знаете я уже включение вчера делала что я полдня пробегала по больницам потом вечером еще раз по литву бегала поэтому мне некогда еще мы вчера с варюшкой после того как она пришла из школы разукрашивали один магнитик ее бабочку она разукрашивала сама то есть не по так как там нарисовано коробочке как она захотела вот так вот у нее получилось это бабочка одна вот тут вот оранжевая а вот коричневая мы похожи просто цвета ну вот так она захотела крайне захотела сделать черным вокруг как бы голубым насколько то у нее получилось потому что она все делает сама это вот она взяла синий смешала с белым наводила тут голубой ну как получилось и вот она уже нашла у меня бесцветный лак так как я сейчас таким лаком не крашу а делаю только вот такие ногти гелевые она нашла сама у меня прозрачный лак мама говорит можно ну что я скажу ребенку нельзя я говорю да бери доченька вот она взяла лак придет сегодня с садика будет покрывать это лаком потом мы будем с ней приклеивать магнит ну и естественно у нас еще осталась вот эта бабочка некрашенная так что вот мы еще занимались творчеством и еще у нее когда она успевает я не знаю но у нее хватает времени еще вот она вчера тут торт стряпала торт стряпает намного тут что стряпает у меня вот именно мелкого сейчас у нее тут все уже перемешано а то она меня лепит прям вот так усенькую ну вчера она стряпала торт все творчество и свое ребенка показала за понедельник но сегодня утро вторника солнечная яркая у меня настроение чуть-чуть повысилось сегодня слава богу никуда не надо ни школ не больниц не поликлиник ничего поэтому сегодня буду я заниматься купчихой и хаедом сегодня если эти только вот этот крупненький каунт я их только вечером его могу повышевать а днем пока солнце ярко хочу заняться хаедом и купчихой так на вторник пока еще продолжается вот хочу показать у меня оба цветочка расцвели и этот и этот тоже оба бутончика раскрылись тот еще стоит стрелка растет сегодня варюшку пораньше заберу что было еще светло на улице и сфотографирую ее с цветком а то у нас последние фотографии по вечерам только потому что она всегда ну вечером приходит с садика уже темно зимой а он зимой цветет сегодня буду ее фотографировать красота розочку надо выкинуть уже дети старше на день матери мне дарили ну что вторник вечер смотрите как я вышиваю сегодня бисерную купчиху ну потому что же сидеть мне нельзя вот так я ее сюда сгромоздила перед ней встала и сегодня потихоньку с перерывами целый рядок сделала но естественно что вы тут навряд ли что увидите хотя мне нравится вышивать бисером потому что ряд проложишь а рисунок прям явно уже сразу выделяется рука начала не появляться вот так что вот так вот стоя на кровати мне бисер я беру какой надо коробочку так положила насыпала себе по рисунку сколько штук вышила пять беру коробочки наложила вышила но что делать надо же чтобы она двигалась тем более я с ней участвую в сп я вышиваю картину оксаны дериза декабрь мы синим цветом выделяем вот он и декабрь до этого всего три штучки было до этого мы выделяли оранжевым было нормально а вот прошлый месяц вообще ни о чем думаю ладно хоть вот иногда хоть раз два раза в неделю по две штучки это уже восемь рядов за месяц ну вот так я сегодня и вышивала так ну все я устала потому что я с перерывами где по вышиваю где полежу сейчас я ее уберу красавицу мою может быть завтра еще рядок выложу сейчас наверное еще хаец сегодня по вышиваю время еще есть время восемь вечера вот так ну а там у меня антика уже не монтируется уже я закачала видео среду вы увидите уже увидели о моих покупках в магазине мир вышивка в черную пятницу сегодня у нас минус тридцать два дочь в садик не повела сегодня у нас среда холодно из садика позвонила специально сказал что вообще сегодня только семь детей привели из группы из-за холода все дома сидят морозненько так ну и даже многие в школу не пошли некоторые ведь как видите пошли вернее идут уже обратно чуть еле-еле бедный ползет видать двойку получил так что сегодня мы с дочей дома вчера я больше кроме купчихи ничего не повышевала хает не удалось повышевать уже это было восемь вечера там муж пришел с работы дочь от бабушки пришла гости ходила ну и мы занимались домашними такими делами там надо было нам обсудить у бабушки все-таки юбилей в этом году обсудить там и кто в гости придет и вообще как все это будет ну как всегда короче домашние хлопоты так что хаедом буду заниматься сегодня привет привет чё ты сейчас будешь делать ну ладно иди рисуй ой пошел мой ребенок рисовать ой мы с тобой же лекарства не выпили что-то мы подкашливаем да а мужа уже показывали после бани когда-то одевала пижамку эту ай новые тапки все похвасталась молодец рапунцель там у тебя все сейчас лекарства надо выпить что подкашливаем ну кашляешь тебя снимаю это когда я что-то другое снимается в камере где-то за кадром кашляешь тогда непонятно а когда я тебя снимаю видно же что ты кашляешь поэтому можно поплыла а ты магнитик то лакомство лакировала забыла и так сегодня уже утро четверга вчера в среду варвара в садик не ходила поэтому мне не удалось только много повышевать она весь день была дома надо было развлекать ее я сейчас попозже покажу что мы с ней делали я вчера повышевала только немного хаед я не знаю как вам показывать на хаеде потому что это дело такое неблагодарное он же вышивается одиночек много в продвижении идут медленно малая то есть вот они на взгляд так сильно не видны здесь я зашила коричневой ниткой черные крестики я до зашивала полукрестики вот здесь вот у меня даже я не знаю видите ли не увидите вот серый цвет вот темность такой серый здесь и одиночки по зашивала вот здесь практически все там две или три осталось но на вид это не видать на вид это не видать вот так вот я думаю что по хаеду знаете как показывать продвижение в конце недели вот все что за неделю завышевала наверное я так буду следующий раз делать то есть течение недели хаед я просто буду говорить что я вышивала хаед но показывать вам не буду буду показывать раз в конце недели потому что вот это вот мелочь она в глаза резко не бросается а я думаю что в конце недели будет видно что было и чем закончилось синить скайп мама звонит ну да она без замерзла а хозяин ну никак ее домой не ведет все встал вон встал и она встала то бегала хоть к подъезду видит что не шевелится что за хозяин собаку заморозил опять стал скажет да что ж такое не сам вунтах как него мороз такое собачушку не хочет домой отвезти не дождется она хозяина ну ты в клубашину все у тебя завелась заработала греется стоит чё ты ну заведи собаку да выходи ну чё уж так вот она опять сюда к нему ага давай догоняй а эти тяна опять к подъезду опять он не пошел домой да что ж такое не да он здесь показывайте рукой побегай здесь побегай не хочет она бегать она в подъезд она холодно замерзла туда туда нет он не опять не туда ему машина дороже чем собака машину греет иди уже заводи ее бедненькую по матросе забросил он уже подходил к подъезду не запустил ее и тетя вон она там только хвост торчит пошел все ой ну слава богу ой она рада ой рада нет еще встал не налюбуется на свою машину все дождалась бедная замерзла вот доделали мы бабочек может эту залакировали так она его сама раскрасила залакировали и тут сзади тоже потому что гипс машется пришлось тоже сначала покрасить потом ну немножко на один слой залакировать он прям впитывает сразу в себе ну вот это вот уже готово эту бабочку полностью разукрашивала ее сама она немножечко бледненькая но она сама захотела что вот голубой белый синим тут мешала это бабочка и помогала раскрашивать я такой получился павлиний глаз тоже уже все на раскрашена залакирована видите блестит но тут вот еще не сделан зад задник видите вот гипс марается прям сразу раз и на пальцах гипс поэтому вот сейчас и чем-нибудь тут также или ее подожду потому что она сама хотела вчера уже краски все приготовила и тут что-то отвлеклась не доделала и вот такие две бабочки осталось только приклеить магнитную полосочку и повешать их на холодильник вот этим мы и занимались тоже с варюшкой до среду когда на садик не ходила сегодня немножко потеплей плюс 20 плюс минус 28 не 32 как вчера я утеплилась и поехала мне надо съездить в банк кредит заплатить барюшка в садик сегодня пошла машины все таки заледенелые сегодня немножко потеплее это косян делась утеплилась на руках варюшки на ногах уге поехала в банк надо съездить в банк кредит заплатить варюшка в садик сегодня пошла смотри какие у нас деревья заледенелые все такие такая красота такая изморозь кругом красивого чисто белый снежок только что холодно ладно вторая рука мерзнет потому что надо же камеру включать и отключать все отключаюсь пошла на остановку то сегодня уже пятница ну и вчера со всеми своими делами пока я ездила в банк и потом врачу вечером в общем повышевала я только вот вечером вот этот цветочек потому что канва крупненькая и мне не мешает плохое освещение все нормально но зато я уже здесь и бэк сделала и вот на листиках у нас на самом тут цветочки здесь вот на желтом плохо видно такой вот светло бежевый цвет ну мне нравится хорошо получается конечно крестики крупные но кажется смотрится неплохо вот это вот я уже начала коричневый то уже пойдут там забор изгородь до доски от забора так что вчера у меня был практически не вышивальный день только вот этот вот цветок я закончила ну и сейчас вот видите уже тут все идет нитки дальше наверно уже надо не знаю вот только туда пойти тут нет наверно пойду в бок пяльца уже переставлять надо ну вот это результат четверка но сегодня пятница только начало дня так что весь вышивальный день впереди завтра утром в субботу увидим что же я натворю за пятницу сегодня уже наступила суббота вчера я весь день вышивала вот эту работку вышила вот этот участок это доска уже изгородь пошла ну вот мне не нравится как я подобрала цвет цвета вот на этот цветок это что-то типа ну там не знаю люпинов или что видите они должны быть но более менее нежная а у меня вот здесь вот этот цвет сильно фиолетовый надо его надо темно-сиреневый так что это я сейчас буду распускать и этот цветок перешивать не нравится мне не переходы в общем ничего мне в нем не нравится вот этим сегодня буду заниматься ну вот смотрите переделала я цветочек я тот старый вариант безобразие сфотографировала вот сюда с вами вставлю по моему так намного лучше он понежнее стал поспокойнее и не таких нет таких резких границ как было там все поросюшку я что-то завышевала стих поросят откладываю 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 сегодня у меня суббота я решила видео вам это воскресенье не выкладывать во первых у меня мудрит компьютер я уже сказала знаете сейчас смотрю через камеру все-таки наверно бэк надо переделать задницу потемнее сделать выкладную нитью не нравится мне вот как получилось до переделаю вчера вечером вроде смотрела ничего сегодня вот переделать в общем воскресенье я вам не выложу я решила выкладывать вышивальные итоги не неделя типа двух недель ну с 1 по 15 и с 15 по 30 так скажем по полмесяца компьютер мой не хотите сильно работать надо будет это монтировать на компьютере мужа вот мне туда не сильно пускает он у него занят по вечерам по воскресеньям получается тоже значит я не могу или или мне просто по пятницам перейти на выкладывание видео в общем посмотрю и подумаю вот эти вот по чуть-чуть недельные итоги я и так хотела думал до нового года дотерплю и буду заканчивать с этим безобразием выкладывать каждую неделю как-то все выдыхаться начинаю я не могу быть кому-то чем-то обязанным вот этот обязаловка на меня просто все мое творческое начало убивает поэтому я перехожу на выход итогов два раза в месяц то есть середине и в конце по полмесяца буду итоги выкладывать но это не значит я больше ничего можем и буду что-то другое снимать промежутках ну посмотрим посмотрим как получится это что-то болезнь меня прям какой-то депрессняк загнала мне прям что-то ничего не хочется сегодня я на вышивалась так не знаю за что даже не знаю вот за что взяться даже вышивать честно говорят что не хочется посмотрим может быть и и отдохнуть надо так сегодня воскресенье сегодня я немножко повышевала обезьянку то есть сегодня у меня немножечко выдалось время пока там готовился обед барюшка ушла к бабушке муж там за компьютером своими делами занимался и вот я зашила полностью вышила лапку вот это место я зашила смотрела прямой эфир записи конечно с волей перковской там строим планы на двух тысяч девятнадцатый строить или не строить потом вышила вот ну вот эти вот крестики вот это вот голубое как бы этот конец платья в принципе конец вышивки и немножко тут вот голубым цветом здесь здесь вот так пошла то есть вот столько я сегодня здесь пошивала ну и на этом воскресенье все ну а завтра будет понедельник 12 число на физио и другие дела уколы ставить ой слушайте девчонки ну и мальчишки если смотрят так а вы мне подписали уколы невролог сал 20 штук уколов ну муж пошел покупать звонит и говорит ты представляешь они почти четыре тысячи стоят я говорю ой тогда вообще не не бери он давай хоть 10 пока ну вот 10 уколов казалось 1900 ну вообще 10 ампул то есть упаковка кошмар кино сцены в аптеках ну вот все встретимся завтра в понедельник уже второй будет понедельник в этом видео 12 декабря ой 12 10 куда я тороплюсь 10 декабря же завтра ну что сегодня у нас уже понедельник 10 декабря января хотела сказать боже мой что ты все вперед то 12 у меня то то вместо декабря январь ходила сейчас утром как ушла в 10 утра в поликлинику сначала к врачу потом на физио потом потихоньку я шла зашла в фикс прайс ну и вот время могу показать вам два часа дня я только зашла домой везде народ везде все покупают готовится к новому году решила тоже немножечко порадовать себя ребенка варюшка давно уже говорит почему магазинах так красиво у нас не украшены и года рано еще нет надо ну вот и фикс прайс сейчас купила 2 2 таких вот набора наклеек сегодня одна придет будем клеить на окошке на стекла может быть она себе на шифонер какой-то выберет приклеит ну вот два наборчика купила можно было конечно там были еще красивые тоже дед мороз снежинки что-то пожалела честно говорят денег 99 рублей вот такая вот упаковочка стоит еще наконец-то я купила себе порадовала сколько я там ловила их не было я купила себе наконец-то вот эти антискользящие коврики один вот такой взяла прямоугольный один такой вот кругленький как мячик и купила там же себе фикс прайс за 50 рублей вот такую замечательную коробочку жестяную сначала взяла круглую но они там все были с новогодней дождематикой с белочками со снеговичками а потом увидел эту прямоугольную и взяла ее и и вот я на нее наверно сюда вот на крышку всего скорее приклею какой-нибудь коврик может быть вот этот вот наверно прямоугольный мы посмотрим найду применение этой коробочки у нас рукодельница ничего не пропадет купила еще и там еще купила ну это я купила 6 цифра ой зачем же я взяла 6-то ой голова то не соображает 6 лет тоже нам было мне 7 надо было брать цифру ну ладно ладно так ну это зубочистки у нас закончились это как всегда а в аптеку же я еще заходила на подарочки такие деревянные календарики магнитики тем более он поросенок ну и все и вот наташа бондарь показала я тоже взяла вот этот вот для мытья посуды который и овощей и фрукты и детской посуды игрушки я часто покупаем банан и яблоки я вечно мою и думаю блин ну химия же а тут вроде как эко посмотрим ну и все вот теперь буду обедать вышиваю пока хает уже практически закрыла все одиночки сейчас немножечко мне осталось я бы думаю сегодня этот листик добью и наконец-то уберу первый лист ухаеда но пока вам показывать нечего потому что ну буквально одиночки там закрываю и на вышивке их практически не видать но у меня сердце радуется каждую одиночку закрою сердце радуется что все одиночек меньше меньше лист подходит к концу и буду спокойно переходить на следующий лист ладно много болтаю а толку мало сегодня у нас вторник вторник 11 число я вышиваю свою бисерную купчиху с моими новенькими ковриками то есть вот в эту коробочку я организовала и так как у меня все лежит все материалы вот в такой круглой коробке коробочки в жестяной я показывала уже красивая коробочка у меня то второй круглый коврик который похож на футбольный мяч и я вот сюда на крышку наклеила пленочку защитную я не выбрасываю я буду после работы обратно накрывать чтобы не пылились коврики и вы знаете мне кажется что так стало быстрее да потому что бисер у меня никуда не катится коробочки стоят боком вот что хочешь делаю весь остается на местах намного быстрее то есть пол ряда я сделал за полчаса а раньше я часа за полтора только один ряд делала мы продолжаю дальше работать так сегодня уже среда вечер 6 вечера я конечно сегодня еще буду называть и повышеваю своих поросят за два дня я вышла два ряда с половиной до один у меня был уже в этом месте то есть вот за весь декабрь с первой ночи на а ну в принципе да я же показываю вам результаты за пол месяца за пол месяца но я еще ряд конечно дошью может быть еще один ряд вышью но пока вот три с половиной ряда и ну она мне конечно закручена я не могу вам показать полностью но я думаю вы ее уже видели и вот у меня закончили сушки баранки здесь у меня по моему заварочный чайник тут что-то по-моему типа сахарница или что но факт то что все сушки закончены а чашечка тоже вот видите уже ей край ее виден и у меня уже у моей красавицы появился один пальчик вот за ручку держит эту чашечку вот уже рука один палец есть рукав такой замечательный ну наряд ее сверкающий красный вы все видели то есть вот такой результат что мне нравится на бисере буквально два ряда и уже что-то вырисовывается вот это вот этот пальчик вот он как раз и состоит смотрите я вышла три ряда и половинку 4 да вот тут 1 2 3 4 да вот как раз 4 тут у меня был только конец руки а за четыре ряда у меня появился такой замечательный уже палец кисти ну вот красота же правда мне тоже очень нравится я еще с ней не прощаюсь я надеюсь что может быть завтра не знаю я сейчас иду к врачу что мне там врач скажет выпишут не выпишут но в любом случае даже если выпишут завтра у меня по графику выходной у меня уже скользящий график на работе вот я не думаю что мне начать скажет что завтра уже выходи если меня вдруг сейчас выпишут хотя не знаю сидите пока не разрешали я надеюсь что хотя бы присаживаться мне разрешат я физио тут уколы сейчас ставлю с этой недели начала так все с этой на среду все сегодня я уже не буду ушивать темновато я повышиваю сегодня еще своих поросяток сейчас хожу в поликлинику и буду ушивать поросяток покажу что там ну что сегодня у нас уже четверг вот утро четверга показываю вам своих поросяток ну поросяток конечно еще нет но уже начинается вот это вот уже тут вот будет копыть с одного поросенка показываю сейчас потому что буду переставлять пяльцы буду их переставлять сюда на эту сторону и это уже будет так сейчас отцеплю секундочку и это будет уже край то есть вот она же такая маленькая я уже за серединку перешла да сейчас сюда пяльцы переставлю и буду сшивать этот край ну здесь у меня в основном будут вот эти цветочки я говорю все люпина люпина но моя дочь со мной поспорила и сказала что это сирень сирени все тут пусть будет сирени хотя конечно на сирени сильно похоже ну мы каждый остался при своем мнении я при люпинах она при сирене вот если обратите внимание вот тут я говорила я бэк переделала я сделала его в одну ниточку но потемнее взяла ниточку и в одну и так мне больше нравится мне кажется так лучше сейчас я еще вот здесь вот от бэка вот эту вот доску да этого забора изгороди этой и буду переставлять пяльцы еще я немножко вышивала по чуть-чуть прям вышиваю обезьянку ну потому что у меня схема в компьютере компьютер мой умудрить все чаще и все быстрее то есть меньше временной отрезок он мне дает повышевать поэтому обезьянка у меня движется очень медленно я успеваю буквально вот ниточку сделать какой-то один цвет беру делаю ниточку он отключается я ему даю остыть и либо в этот день либо уже на следующий день включая еще делаю ниточку ну я надеюсь что сегодня еще чуть-чуть обезьянку повышеваю поэтому вам попозже и сегодня покажу сейчас переставлю пяльцы сегодня четверг у нас тринадцатая а пятнадцатого мне надо уже делать отчеты в СП вот это начать нельзя закончить поэтому там мы два раза в месяц тоже отчитываемся ну и плюс вам уже буду монтировать видео я его завтра наверное закончу снимать и пятьсот последний и уже буду начинать монтировать все не прощаюсь еще встретимся в этом видео скажите мне пожалуйста девочки только у меня так бывает если у некоторых тоже хваленые нитки ДМС у меня постоянно сейчас я вам покажу найду постоянно запутываются узелки вот пожалуйста видите узелок и это постоянно я хаед шью в одну ниточку тоже это сейчас просто бэк делаю хаед я шью в одну ниточку у меня там постоянно завязываются узелки вот дорогие нитки за 60 рублей мотов сейчас они стоят в обыкновенном магазине Леонардо допустим я конечно за столько не покупаю но все равно это уже вот я только что у меня был тут вот узелок я хотела снять потом думаю да ладно успела чуть-чуть прошить опять узелок ну вот так вот смотрите девочки мальчики какая красота у нас получилось все магнитики у нас сделаны ой упал висят на своем месте вот с магнитной полосой только правда тут вот надо было лучше выравнивать то видите вот эти штучки из-за этого можно нужно как-то сошкрябать ой второй магнитик тоже видите эти торчат ну так-то вроде держится висят ну вот и наступила пятница пятница четырнадцатое число ой полмесяца пролетели мгновенно то есть не знаю нет недели пролетают мгновенно полмесяца мне кажется вообще молниеносно проскользнули и показываю я результат ну все помнят что с первого декабря так как я вступила в игру начать нельзя закончить у Оксаны Дереза то у меня только четыре процесса сейчас в работе это вот эта обезьянка вот здесь я сейчас буду вставлять картинки с чего начинался мой месяц и вот полмесяца прошло ну так как обезьянка у меня в компьютере уже не раз говорила ну вот на таком она сейчас этапе ножку я вот эту полностью закончила платье вот до сюда вот это все вышито вот так что в принципе осталось циркавчик я закончила осталось тут совсем немножко конец платья вторая ножка ух ты я стихами заговорила ножкой немножко это обезьянка а второй процесс который вышивался у меня вот он 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 был практически только начат сейчас тоже картинку вставлю там прям совсем немножко вот эти листики были начаты вот столько я вышила ну перешивала я вот этот цветок начала меняла полностью нитки переподбор делала вот вот этот бэк я распарывала переделывала решила вот взяла ниточку потемнее в одну ниточку то есть вот так теперь это все выглядит вот здесь вот уже копытцы уже хрюшек пошли вот здесь вот тоже уже мордочка одного хрюшки сейчас я дошью до угла все потому что это вот край работы до угла вот эти цветочки люпины дошью с забором постоянно забываем назвать и буду переходить ну я не буду наверно сюда скакать я наверно вот здесь закончу сюда перейду выше но это будет уже во второй половине декабря третий процесс у меня купчиха сейчас я вам ее не покажу потому что я ничего не делала то есть как бы показала вам там я сколько три ряда и половинку сделала больше я его не трогала пока и не даже тот ряд половинку не дошила ну и последний мой процесс это хаед хаед я вам сейчас покажу я закончила полностью верхний лист полностью отшила долго-долго я его вышивала вот это у меня от верхнего листа второй сюда в бок уходит вот столько вот розовым я тут тоже зашила считайте раз два четыреста крестиков да и вот сюда ушла это вот все что розовым это я зашивала уже на этом листе и вот что это на работе то есть за эти пол месяца когда я приступила наконец-то к своему хаеду я отшила полностью тут все одиночки вот в этой горе лист где-то у меня новый вот здесь начинается зашила корешок книги весь вот здесь вот это туда в ту сторону пойдет там тоже гора это там лама попа будет от лама таечка вот здесь вот у меня все зашилось тут одиночки были вот юбка практически вся ну и вот этот вот разнообразие такое и вот этот я не знаю что это вот вот наверное камень на котором вот этот постамин голова это стоит вот видите он такой неровный в общем ну сколько получается 400 и 500 и 900 около 1000 крестиков у меня получилось ну вот так могу показать поближе вот вам поближе все это разнообразие мишанина цветов куча 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 всяких всяких разных видите как эта гора состоит из каменные из скольки много цветов даже вот здесь вот в крышке книги я замучилась его делать тут вот буквально каждого цвета по одному ну здесь попроще было здесь более-менее такие были цветовые пятна ну здесь понятно черный-черный и коричневый два цвета тут ну все и на этом моя вышивальная две недели то есть вышивальная полмесяца заканчивается я прощаюсь с вами до следующего эфира он будет перед самым новым годом я вам покажу свои вторые полмесяца всем пока-пока до встречи в следующих моих эфирах до встречи в следующих субтитрах субтитрах